В Белгороде и области перебои с электричеством после цитата «внешнего воздействия на энергообъект». Похожая ситуация в Курской области. Взрыв в Харькове, в Киеве ракетой поврежден многоэтажный дом. В Твери 16-летнего студента колледжа задержали по подозрению в подготовке к массовому убийству. В Балашихе при пожаре в общежитии погибли пять человек. В Братске горит склад пиломатериалов на площади свыше 6000 квадратных метров, а в Нижнем Новгороде и в Алтайском крае – мусорные полигоны. В Туве введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Партия Лепен победила на выборах в первом туре, набрав более 33% голосов. На втором месте – левый блок – 28%. На третьем – коалиция Макрона – 21%. Явка стала рекордной с 2002 года. Во Франции протесты и беспорядки. Орбан заявил о создании новой фракции в Европарламенте, куда войдут националистические партии Венгрии, Чехии и Австрии. Хорватия пригрозила заблокировать вступление Черногории в Евросоюз. Нью-Йорк Таймс. Спонсоры демократов хотят отстранить Байдена от участия в президентской гонке. Семья президента призывает его остаться и обвиняет советников в провале дебатов. В ЮАР правящий 30 лет Африканский национальный конгресс потерял абсолютное большинство по итогам выборов. Сформировано коалиционное правительство. CNN. Повышенная боеготовность на нескольких американских базах в Европе из-за угроз терактов. На склады НАТО в Польше переброшены 14 танков «Абрамс» и другая бронетехника на случай агрессии на восточном фланге НАТО. Страны НАТО передают Украине информацию, собранную с самолетов-разведчиков, подтверждает UK Defense Journal. Россия заявила об опасном сближении американского беспилотника с самолетом Су-35 над Сирией. Экспорт оружия из Германии за полгода достиг 7,5 миллиарда евро. Вучич считает, страны Запада готовятся к большому вооруженному конфликту. Столтенберг. У НАТО нет необходимости изменять ядерную доктрину, так как угроз со стороны России нет. Белоруссия усилила границу с Украиной дополнительными расчетами ПВО. Генштаб белорусской армии. У границы 10 батальонных групп НАТО общей численностью более 20 тысяч человек. Из них 6 американские. Белорусская армия, обучена применению тактического ядерного оружия, будет готова его использовать при угрозе суверенитету. Песков заявил, что в Кремле знают об обстановке на границе. Зеленский допустил переговоры с Россией через посредников. Европейские производители удобрений заявили, что могут быть вытеснены с рынка из-за дешевых российских поставок. Это ставит под угрозу продовольственную безопасность континента, пишет Financial Times. Польша ввела ограничения на въезд украинских дальнобойщиков. ЕС частично распространил на Беларусь введенные против России санкции. Министр иностранных дел Польши Сикорский вновь призвал Запад конфисковать замороженные российские активы. Быстро растущий госдолг США вызовет серьезные проблемы для мировой экономики и ее финансовой системы, предупредили в МВФ. Долг превысил 34 триллиона и угрожает обороноспособности страны, утверждает The National Interest. Гонконг нарастил ввоз алмазов из России в 18 раз. Во Вьетнаме и Таиланде лихорадочно скупают золото из-за страха перед кризисом. ООН обвинила Центральный банк Мьянмы в том, что тот финансировал боевые действия прокитайской хунты против проамериканских повстанцев. МКС сойдет с орбиты, ее затоплением займется SpaceX. В Китае взорвалась частная многоразовая ракета. Верховный суд США разрешил арестовывать бездомных за сон в общественных местах. В стране более 650 тысяч бездомных. Греция первой в Европе перешла на шестидневку. Компартия Греции – это общий курс Евросоюза на 10-часовой рабочий день и отмену сверхурочных. В Иерусалиме массовые акции протеста против призыва в армию ортодоксальных иудеев. В Кении развернуты силы обороны для подавления протестов. Введены жесткие меры экономии. В Нигерии террористы-смертники устроили несколько взрывов. 18 погибших, 30 раненых. Россию не хватает флота для обеспечения грузопотока по Севморпути. Текущий дефицит судов оценивается в 53%. Минобороны в июне подало исков к военно-строительной компании на 6,4 миллиарда рублей. Взыскивают убытки по госконтракту. Сбермаркет теперь будет называться «Купер». Оборот российских гейм-клубов в первом полугодии составил 14 миллиардов рублей. Состояние российских олигархов с начала года выросло почти на 29 миллиардов долларов. Миллиардерша Бакальчук рассказала, что потратила на покупки в Вайлберрис более 8 миллионов рублей. Олигарх Олег Перов заработал 177 миллиардов рублей. Это первое место в рейтинге дивидендных доходов за 2023 год. Сеть медклиник МЕДСИ, входящая в АФК-система олигарха Евтушенкова, берется за курортное направление. Акции липецкой фабрики «Рошен» Порошенко национализированы. Гонщик Мазепин, сын короля удобрений Мазепина, преодолел санкции и вернулся на европейские трассы. Израиль готовится испытать модель управления послевоенной газой, создав серию анклавов, очищенных от Хамас. Проект запустят в северных районах газы. Тем временем уцелевшие больницы газы могут прекратить работу в течение 48 часов из-за дефицита топлива. ЦАХАЛ. С юга сектора газа по Израилю выпустили около 20 снарядов. Перестала действовать льготная ипотека. Известие. Спрос на первичную недвижимость может упасть на 20-50%. Тарифы ЖКХ вырастут в среднем на 9,6% по стране. Для льготников отменяется комиссия при оплате коммунальных услуг. В Москве резко вырастут тарифы на парковку. Новые платные зоны появятся на почти 300 улицах. Крепкий алкоголь подорожает на 7%. Минтруд предлагает бороться с кадровым голодом, трудоустраивая инвалидов. Спрос на черную икру вырос почти на 10%. В Пензе в детском лагере «Белка» отравились более 30 детей. 6 человек отравились салатами в Волжском Волгоградской области. Минздраву предлагают сократить допустимый для аборта срок до 9 недель. РАН опустилась на 23 позиции в рейтинге научно-исследовательских центров мира. В Грузии запретили пропаганду ЛГБТ. Грузинский священник не пустил женщину в шортах в церковь во время торнадо. ЛЕМОНД. Гомофобия стала инструментом противостояния Западу на глобальном юге. Ростовский митрополит Меркурий разрешил брать с прихожан оплату за церковные услуги натурой, например, уборкой в храме. Прокуратура требует запретить клип Моргенштерна «Новая волна» из-за неуважения к церкви. В Дагестане блогер-ваххабит спровоцировал травлю врача, которого обвинили в нежелании принять девушку в Никабе. Врачу пришлось извиняться. Вскоре силовики задержали самого блогера. Бастрекин выступил против Никабов. Кадыров призвал Бастрекина предельно аккуратно высказываться об исламе и терактах. Налоговая арестовала счета бойца Нурмагомедова из-за долга в 297 миллионов рублей. Возможен тюремный срок. По Москве прогулялся рэпер Уэст, известный нацистскими взглядами. Дугин. Он, кстати, идеологически наш. Конец цитаты.